Сила Сибири набирает обороты. Состав. Угрожающе звучит, нет? В чем состав состава, скажите, пожалуйста. Состав приспособления. Состав – это такой очередной бренд российский бюджетного сегмента. Бюджетность какая? 10 миллилитров стоит 100 рублей, 30 миллилитров стоит 200 рублей и 100 миллилитров стоит, собственно говоря, 500 рублей. По составу, я так понимаю, состав, какой интересный 50 на 50, по крепости возможны, как всегда, различные варианты. От нуля до чуть не 10 миллиграмм, собственно говоря. У них, что интересно, есть такой любопытный пробник-пак. Он распространяется в таких маленьких-маленьких одноразовых пузырях. Мелепусечки. Да, мелепусечки на 3 миллилитра. Ужасные. Да, и, собственно, в коробочке их все 20 штук. Вот мы сейчас их радостно, быстро, ясно и будем пробовать. Я сейчас отмечу, что на самом деле это не тест-пак, не пробники. То есть их такая фишка называется состав-компакт. То есть это такие маленькие флакончики по 3 миллилитра, которые вроде как подразумевают, что можно купить где угодно. В будущем, да, на сдачу, или внезапно тебе понадобилось заправить бак, потому что в дрипку лить 50 на 50. Будут докладывать вейбар. И розничная стоимость, скажем, одного такого блистера составляет 30 рублей. Пока что. Пока что 30 рублей, потому что все еще непонятная ситуация с акцизами и прочими радостями жизни. Поэтому это не тест-пак в чистом виде, это один из способов подачи состава. Словно можно обозвать тест-паком, да? Тем не менее, по размеру это чистый тест-пак. Ну что, поехали, начнем мы с лимон-лайм. 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 Не самый фиговый лайм. Вообще не пахнет ни лимоном, ни лаймом как-то особо. А ты знаешь, это очень хорошо. Вот вспомни, что тебя бесит чаще всего на улице. Когда ты идешь, перед тобой проходит какой-нибудь радостный вейпер с подвернутыми штанинами, выдувает в воздух облако дыма. Гигантское облако пара. Да, облако пара. Оно захлестывает тебя, и ты вот весь в этом химозном облаке остаешься. Вот тут такой фигни не будет, оно вообще не имеет выхода. Вообще практически не пахнет. Да, не имеет выхлопа, и при этом он, ну ничего. Он не химозный, он слабенький, правда, такой достаточно. Слабенький, да. Ну, правда, я лайм чувствую лимона что-то. Хотя есть немножко. Ну, что-то такое есть странное. Лимон, кислинка на выдохе как у цитрона. Ну, 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 ну. Ну, в общем, такой. Ничего особенного. Лимон да лимон. Просто кисленько. Двинулись дальше. Клубника со сливками. Мой любимый вкус. Будьте вы все прокляты с этой клубникой со сливками. А вдруг? Да, ну, я не верю. Так не бывает. Не может быть хорошей клубника со сливками. Не, она может быть неплохой, скажем так. Ну, вот. Вот это вот тот случай, когда она, в общем-то, ну, неплохая. Неплохая. Ну, и опять-таки запах особо не напрягается. Ну, по крайней мере, нету рвотной массы вот этой вот. Ну, да, то есть она какая-то нормальная. Сливки там где-то вот на задний фон затолканы. Клубника выпирает. Клубника, она такая вареньевая. Да. Клубника конфетная. Конфетно-вареньевая какая-то. Джемовая, наверное. Джемовая. Ну, при том, неплохо. Это не самый худший вариант клубники со сливками, который я пробовал, по крайней мере. Ну, здесь сливки, они такие ближе к йогурту, они такие кисленькие. Да, 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 да. Это больше на клубничный йогурт похоже, нежели на клубнику со сливками. Следующий у нас пациент. Лесные ягоды. Да что ты. Какие ягоды, коллега? Лесные. Предпочитаете учувствовать в этом. Смородина. Ежевика. Или дыня. А, да. Ежевики тут как раз нет. Дикий арбуз. Смородина есть, абсолютно точно. Она, как всегда, выпирает над всеми остальными вкусами. Да ладно, смородина. Что? Тут все-таки это самое. Форест и фейер, в первую очередь, выпирает. Ежевичка, что ли? Да почему ежевичка-то? Ежевичка развита? Ну да. Ну вот она, она. Такой форест и фейер на вкус просто, я бы сказал. Ну, это такой, знаешь, сильно разведенный форест и фейер, я бы назвал. Да, да. Который не бьет по рецепту. Это, знаете, такой столовский морсик. Да, морсик, да, кстати, да, есть такой. Но причем не самый худший, не самый разбавленный. Бывает хуже. Ну да, он такой ненавязчивый, совсем каждодневный. Ну, мне вот все-таки кажется, что это ближе к смородине, чем к ежевике. Ну вот мне тоже как-то больше на смородину это пока похоже. Прямо ежевику я тут не могу такой яростной назвать. То есть вот если смородина... А я бы сказал, что там ежевика и малина. Смородин там совсем немного. Фломастеры. Фломастеры. Ладно, давай попробуем. Давай клубнику. Вот клубника хорошая. Ничего себе. Без сливок-то лучше? Без сливок гораздо лучше. Она причем не вареньистое. Совсем. То есть вот такой именно больше вариант свежесорванной клубники. Она чуть-чуть даже сматывает на таджусовскую клубнику. Просто там она более яростная, более такая многоцветная вся из себя. А тут ну вот просто тупо ну на вкус клубники и все. Но я вот кстати не замечательно. Мне кажется, что такой рисковатый никотинчик здесь. Я бы не сказал. Что-то мне прям как-то не знаю. Ну учитывая, что это троечка, я бы не сказал. Нет, именно что такой. Не знаю. Такой. 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 Ну да. То есть обычная и неплохая. Нехимозная. 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 Клюпа. Да. Прям клюква. Прям кисленькая. Полит клюкву и не морщится. Прям кисленькая. Я такую клюпу где-то пробовал. Где его клюпу недавно пробовали? Из эскетима, по-моему, откуда там была клюпа. Если мне память не изменяет. Не, не похож? Знаешь, на какую клюпу похож? Ну как. Там эта клюква была с шоколадом. Ну как. Из редов. Да. Пожалуй. Там именно тот вкус. Походу масса та же самая внутри. Но клюква хорошая. Клюква, да, такая. Такой, окей. Слушай, ну прям клюква. Кстати, намного интереснее, чем вот морс, который лесные ямы. Да, пожалуй. Поприятнее будет. Ну, галлопируйте дальше. Ледяные фрукты. Вася наконец-то исполнит свою заветную мечту сейчас. Да. И попробует наконец-то, что такое хваленая Кеннеди. Клюква, кстати, у тебя после родирования греется. Да, это она греется, потому что там два диких фьюзда. А, ну может быть. Поприятнее. Ну, это ледяные фрукты. А, ледяные фрукты. Ну, блюдая вот прям не чувствую, если честно, никакого. Ну, как? Есть? Моя лодка уже все. Нет, есть немножко его. Клубничка. Какой-то сок с сладки. Да, да, да. Еще что-то. Малинка, походу, это сладость дает. Да, что? Малинка, клубничка какого-то. Да, что? Да, да. Ну совсем чуть-чуть льда. Ну, кстати, неплохо. Малинка прям хорошо чувствуется. Такая косточковая опять. Вот это хороший микс. Прям хороший. Я бы оставил даже на повседневой школе. Он такой, у него отличность хорошая. Ледяная бздыня. О, бздыня, наконец-то. Я так ждал этот вкус. Нет, ты все ждешь пердыню. Петр пердыню ждет. И я уже не дождусь ее никогда. Пахнет пердыней. Ну, ничего особенного. Дыня – это дыня с легким льдом. Или дыня. Про нее вообще невозможно что-то сказать. Причем эта дыня такая не наша классическая. Либо недозрелая торпеда, либо и тайские вот эти вот дыни. Типа канталупы какие-то а-ля. Зеленая дыня. Да, это знаете, зеленая дыня с привкусом огурца. Да. Ну да, пожалуй. Но опять не химия все равно. Надо отдать должное, что тут нет химозных. Ничего. Что удивительно вообще. Да, ничего. Блоки. Едем дальше. Идем дальше. Итак, следующий вкус – Малибу. Спасатели. Спасатели. Чипы Дейлы? Или нет? Как ты думаешь? Да, там будет в привкус по Мео Андерсон. Силиконовый сис. Ну, я не знаю, конечно, какого на вкус по Мео Андерсон. Но это да, это смахивает на классический коктейль Малибу. Малибу? Малибит? Малибен? Алкашечка, кокосик и это. Я не пробовал Малибу уже опять же. Ну, я бы сказал, что это напоминает очень накладу какую-то. Ну, нет. Ну, кокоса там нет. Может быть, немного его там. Ну, почему кокосик? Кокосик тоже есть. Кокоса мало, а ананасик, главное, превалирующий такой. Кокосик, ананасик. Ну, ананасик такой обычный. Ну, ничего выдающего. Силька холодец. Бог с ним. Едем дальше. Вишневая сигара. Можно сказать, классический табачный вкус. Пахнет вишневым чем-то, шоколадом? Шоколадом, да. Вишневый шоколад с меню на табачках. Без изысков, но такой он обычный. Ну, чего ты хотел за 30 рублей? Опять же. Ну, да, это вот. Такая классическая, простенькая табачка внутри. Шоколадная, вишневая табачка. Шоколадная, вишневая, да. Без изысков. Ну, в общем, кому-то может и нравится такое. Яблоко. Камень преткновения среди меня. О, зеленая еще должна быть. Да, с яблоком-то у нас всегда беда. Ну что, найдет Никитасик за свою любимую зеленую яблоко? Сомневаюсь. Не найдет. Хемузненькая. Хемузненькая, но зелененькая. Что-то такое сочненькая, я бы сказал. Сочненькая, хемузненькая. Да, сочненькая, но хемузненькая. Ты что скажешь? Ну, как-то да. И так далее. В общем, это не то яблоко, которое вы ищите. Да. Это определенный яблочный нектар. Любимый в сад, что ли? Любимый в сад. Да. Любимый в сад. Так. Арчата. Никакого отношения к оркам и их детям не имеют на что. Давайте попробуем Арчата. Ха-ха-ха. Опасно. Ну-ка, ну-ка. Я даже близко не представляю, что это. Интересно. Это Арчата. Спасибо, кого, да? Ну, кстати, вот это интересно. Это для любителей каких-то абсентово подобных вкусов, но не абсентово совсем ни разу. Он такой травянистый земляной. Серьезно, другого и другой характеристики ему не будет. Потому что Арчата, насколько я помню из Википедии, это какие-то там травы, черт пойми, где произрастающие. Они используются, собственно, во всяких вот коктейлях, там еще чего-то. А мне хочется сказать, что это что-то ягодное почему-то. Ну, нет, это не ягодное совсем. Вкус забавный, но он не самостоятельный. Его надо в миксы куда-то лупить. И в самостоятельном использовании он несколько бесполезный. Но интересный, вопросов нет. Его почти никто никогда не пользовал. Я буквально недавно какую-то жижу с ним видел один раз и на этом все закончилось. Я даже не помню, чья это была. А мне что-то вот сливовое, кажется, на вкус. Не-не-не, никого нет. Я вообще не могу понять, что это за вкус. То есть легкая какая-то сливовость, еще что-то непонятное для меня. Идем дальше. Это Арчата. Уишня. Уишня? Уишня, уишня. Зимняя уишня. Хемозно. Совсем хемозно. В моем лице все написано. Нет. Это не та вишня, которую можно парить. Сразу нет. Еще и с газеткой. Со свинтом. Боже. О, да. Сразу нет. Здесь такая синильная косточка прямо. Газетная. Ну. То есть это не та вишня, к которой мы все привыкли. Банана сплит. Ну что, как там сплит? Как там банан? Ну, банан такой, средней порошевости на самом деле. Это не классический свежий банан. Это такой чуть-чуть карамелизованный бананчик, собственно говоря. Ну, он такой. Я его от кого-то пробовал такой уже на самом деле. Это чуть был не вопрошахковский какой-то ликвид когда-то. Давным-давно. Ну, он обычный. Вообще ничего особенного. Все-таки Никитос жестковат. Какая-то банановая жвачка, если честно. Ну, это такой. Непонятный. Не, алло. Клаб киви. Предполагаю, что это должно быть киви. А что по-вашему может означать клаб? Клубный. Клубника киви может это быть. Клубень чего-нибудь с киви. Не пахнет ничем. Да он на вкус какой-то никакой на самом деле. Ну, это, в общем-то, беда киви как такового. Он обычно, блин, ненасыщенный такой, зараза. Слушай, ну. Такое ощущение, что это клубника с киви, действительно. То есть, там. Это похоже, знаешь, на чё? Я тогда по глупости заказал кучу этой клубники с киви. Акуно-матата. Акуно-матата, да. Только такая слабенькая. Ну, да, это очень слабый её вариант. Ну, как бы с клубникой киви особо не помендриваешься. Оно всегда везде примерно одинаковое. Да, это клубника и киви. Киви слабенький. Он почти вкуса не даёт, поэтому вообще ничего удивительного. Можно пропустить. Дальше. Дальше. Мята. Кем мята? Кто её помял? Пьяная помятая. Обычный пеппермент. Ашпер. Обычный такой. Лёгонький. 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 И перментик. Вообще не чувствуется. Лёгонький, понимаешь? Такой. Мягонький. И такой лёгонький Никитосик. Поперёк этого всего. Да, тут больше Никитос даёт какой-то это самый вкус. Нежели чем сама мята. Ну, такой сладкий перментик. Ну, да. Ну, и в общем-то и всё на нём. Жмака просто. Виноград. 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 Зреет красный виноград. Хороший виноград. Точно такой же виноград используется в Теджусовском Quintessence, на котором я эпизодически залипаю надолго и всерьёз. Ну, там такой ближе на бренди. Потому что он там из бренди. А тут просто виноград. Хороший. Неплохой, кстати. Прямо хороший. Я такой виноградик люблю. Ну, кстати, да? Классно. Удивительно. Я других собак люблю. Я и к Лондону везу. Пряник. Ну, пряник на запасах. Обычно овсяный пряник. Такой не самый хороший. Лежал. Не самый хороший. С чем-то там ещё на фоне. С шоколадом, что ли. Как мне кажется. Такой. Овсяный пряник, да? Обычный. Устилимский? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Устилимского ему ещё как до луны пешком. Да? Он не такой вкусный. Я устилимский... Погодите. Погодите. Овсяные пряники. Они овсяные пряники. Я любить-любить. Это совсем не он. Когда ты их кушаешь два месяца в году к чаю. Только их практически. Ты их предстоишь любить. Ну, ну, не знаю. Мне ещё-то... Обычный. Неберяник. Шоколад. Что такое шоколад? Это просто адский ад. Вот такой. Какао-какао. Како-како-како. Всё. Плитка кондитерская. Без какао-масла. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот он такой. Насколько подобный. Да, точно. Ну, да. Вы когда-нибудь пробовали жевать какао с сахаром? Вот это одно. Ладно. Кто там? Уиски-кола! Сейчас мы ещё и перебухнём в кадре, как бы это все не любили. Ну... Всё для публики. Ровно как-то си-кола. В пари страдали. Кола хорошая, а вискарь почти не чувствуется. Но... Вот до колы Джойтеха тут далеко. Там была прям совсем гениальная кола. А тут такая, ну... Обычная. Я бы сказал, с выдохшимися газами. Угу. Ну, это такая газетная утренняя кола. Когда вы в тепле оставили бутылку с открытой. Да-да-да-да-да. Я вижу, выдохшимися, да. На прочь. Закончим. Арбуз. Арбуз. О, Боже. Дикий арбуз. Ужасный. Арбуз редко бывает. Хороший. А! Вспомню! Вспомни вот этот бриз. Нет! 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 Не надо его вспоминать. Зачем? Чтоб похожи. Это такой не первой свежести арбуз. Который большинство в арбузах. Вот, да. Ты понял всю нашу буль. Это такой, знаете, лежалый, в плену солнышки. В плену солнышке. Оставшийся арбуз. Который кто-то потом решил порезать или ложкой то есть. ужасно. Ладно. Итого. 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 Нет, парни, вы как хотите. Мне вот концептуально вот эта вот штука с трехмиллилитровыми мелкими пузырями, мне она даже импонирует на самом деле. В этом есть прикол. То есть, вот если бы вот эту фигню распространить махом по всей стране, вместо вот этих вот несчастных пунцев, да, чтобы они лежали в каждом супермаркете, вот грибой, и можно было за 30 рублей взять что-нибудь вот такое. В этом идея просто конгениальная совершенно заключена. Но этого сейчас никто сделать не даст. Увы и ах. Поэтому здесь вот крах всей идеи будет вот на месте акцизов. Это определенно. Что касательно вкусов в этой линейке. Ну, к моновкусам сложно придираться, честно. Ну, да. То есть, с одной стороны, как бы хочется придраться по многим позициям, потому что вот тот же самый арбуз, да, ну, он просто вот мерзкий, да. Клубника со сливками, там тоже не совсем клубника со сливками, а больше йогурт какой-то клубничный, там, и т.д. и т.д. Но при этом неплохой. Да. То есть, светлые места во всей линейке есть, но их как-то вот тоже вот 50 на 50, может это, конечно, вкусовщина, может еще что-то, но я не знаю, я вот не могу вот взять и зарекомендовать взять всю линейку, попробовать. Потому что, ну, тут слишком много таких вот провальных вещей, откровенно. Хотя при этом много и вещей, ну, достаточно неплохих, интересных, которые, в общем-то, может даже на каждодневку спокойно парить. Ну, вот я отмечу, что действительно, если бы была возможность распространить это везде, и в случае, если ты вдруг оказался в каком-нибудь непонятном месте, у тебя нет с собой флакончика, пошел в любой ларек в супермаркет, купил вот это вот, там, условно говоря, за 30-50 рублей, залил в бак и... На этом доехал до дома... Да, и на этом доехал до дома, то вполне... Да, с этой точки зрения, я говорю, гениальная совершенно идея. Жаль, до нормальной реализации это не доползет никогда. Ну, не верю, хоть убейтесь. Ну, по вкусам, ну, такое. Я даже говорю, мне сложно комментировать. Просто спорное. Ну, опять же, вот, что Петя неправильно сказал, что к мановкусам сложно придираться. Сложно. То есть, если бы это были миксы, там бы можно было, да, то есть, что это вот неудача, там, что-то еще. Ну, мановкусы, мановкусы. Да, какие-то идут, какие-то не идут, поэтому... Тут все такая, это само вкусовщина фломастерная, все из себя. В общем, что я могу сказать... Вряд ли, наверное, удастся действительно реализовать это повсеместно, распространение в таком формате. Ну, идея интересная, идея права на жизнь более чем имеет, если вам это удастся, и с учетом акцизов удастся удержать ценник, достаточно доступный для людей. Почему бы нет? Почему бы нет, это будет очень-очень хорошо. Да, если выстрелит, будет здорово. Поэтому хочется выразить благодарность комраду состав, собственно, с форума, который нам выдал все это дело попробовать. Было как минимум интересно, и да, саму концепцию мы оценили. А над вкусами, ну, тут еще можно работать, работать и еще раз работать, и вполне возможно из этого что-то интересное вырастет. Поэтому всем спасибо, что вы нас терпели, всем спасибо, что смотрели, всем счастливо, всем пока! Пока-пока!